Восемь вечера в Украине. На Интере. Время подводить итоги. Сегодняшний день в материалах корреспондентов подробностей. Судьи с вами я, Екатерина Лысенко. И смотрите в выпуске. Нападение на Интер. Полиции рассказали о негласных следственных действиях. Опасный патруль. Куда спешили полицейские, устроившие ДТП с четырьмя пострадавшими в столице. Помоги себе сам. Как в полиции предлагают защититься от разбушевавшихся воров-домушников. Медицинский бунт. Чего требовали львовские врачи, пикетировавшие обл. администрацию. Арбузовые деньги. Чьи счета арестовали латвийские правоохранители и вернутся ли миллионы в Украину. В нацполиции до сих пор изучают видеозаписи, поджога редакции подробностей и даже проводят негласные оперативные действия. Об этом сегодня заявил замглавы нацполиции Константин Бушуев. При этом какие именно действия проводятся, он не уточнил. А версии, которые отрабатывает следствие, Бушуев оглашать отказался. Как ответить на вопрос, сколько времени потребуется для розыска виновных? Мы проводили анализ не только записей Интера, мы проводили анализ и своих оперативных записей, и всей информации, которая была, в основном, в ходе проведения службы расследования. Проводятся негласные, в том числе, и следствия Рошуковой, действия, которые позволяют нам дать ответ на вопрос, что стало причиной и условиями, в основном, порушения общественного порядка. В часовых рамках никак, как безумовно, я сейчас называть не буду. Напомню, буквально вчера глава нацполиции сообщила, что никаких новых версий или фактов у следствия нет. И вообще, сказать о ходе расследования событий 4 сентября Хатиды Канаидзе было, по сути, нечего. Следствие ведется по трем статьям. Хулиганство, умышленное уничтожение имущества и препятствование журналистской деятельности. Напомню, квалифицировать как теракт. Атаку на студию подробностей требует от СБУ, группа депутатов оппозиционного блока. Агент прокуратуру просит забрать расследование у нацполиции. Руководство национальных информационных систем также считает, что статьи хулиганства и умышленное повреждение имущества совершенно не отображают масштаба случившегося. А моя коллега-журналист Елена Зорина, которая во время пожара в здании НИС получила серьезную травму, перелом боковых отростков позвоночника, написала заявление в столичную полицию, в котором требует признать себя пострадавшей. Накануне в больнице, куда Лену доставили после нападения на нашу студию, состоялся первый допрос. И это спустя 9 дней после произошедшего. Допрос длился больше двух часов. Также я отдала следователю заявление о признании меня потерпевшей. Оно должно быть приобщено к протоколу допроса. И, собственно, в дальнейшем я буду требовать переквалификации этого дела в более тяжелую статью, нежели хулиганство. Сегодня вот есть радостная новость. Я первый день дома. Но впереди еще много-много работы, потому что месяц постельного режима рекомендован врачами мне. И после этого длительная реабилитация. Новое ДТП с новыми патрульными. Рано утром полицейский Приус в центре Киева столкнулся с такси. В результате на боличных койках оказались 4 человека. Один из них в реанимации. С подробностями Наталья Ставченко. ДТП случилось около 5 утра на перекрестке двух крупных артерий в центре столицы. Полицейский автомобиль протаранил такси. На место сразу прибыли скорая и следственно-оперативная группа, а также спасатели. Пассажира такси пришлось буквально вырезать из искореженной машины. Автомобили столкнулись с такой силой, что их буквально отбросило на тротуар. Эти кадры сняты спустя полчаса после аварии. К тому моменту пострадавших отвезли в одну из городских больниц. Врачи говорят, жизни двух патрульных и водителя такси ничего не угрожает. Они отделались ушибами и несколькими переломами. А вот за жизнь пассажира со множественными травмами спины, груди и живота все еще борются хирурги. Было выполнено несколько хирургических втручаний. Великая операция на органах червенной поражнины. Он сейчас находится в отделении реанимации. И на завтра планируется еще одно оперативное втручание. Его состояние однозначно тяжкое. В полиции сразу заявили, правоохранители были при исполнении. Мы знаем про то, что автомобиль рухался с приблизительными маячками на выклик. А подальшую оценку этим действиям безумовно даст прокуратура. Кровь обоих водителей уже проверяют на алкоголь и наркотики. В прокуратуре говорят, работали на месте аварии вместе с полицейскими следователями. Вот только на какой свет ехала машина полиции и на самом ли деле они спешили на вызов, этой информации пока у прокуратуры нет. На данный момент встанавливаются очевидцы данной ситуации. Вылучаются камеры видеоспостережений, которые расположены поблизости места скояния дорожной транспортной прибыли. Можливо, кто-то из водителей перебывал на этот период около места действия ДТП. Можливо, есть записи на видеорегистраторах. Если есть такая информация, то, пожалуйста, дайте ей следствию. Виновнику ДТП угрожает до 8 лет тюрьмы. Наталья Савченко, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Криминальный разгул. В столице, в частности, и в Украине в целом стали чаще грабить квартиры. В департаменте полиции охраны сегодня обнародовали неутешительные данные. Количество подобных преступлений выросло на треть, говорят здесь. И предлагают неожиданный рецепт борьбы с домушниками. Какой, знает Ирина Романова. Пока Надежда поправляла здоровье в санатории, жилищи присмотрели воры. Вынесли деньги, вещи и даже продукты. Когда мы столкнулись в общем коридоре, я говорю, ты что за мной следишь? Он, да. Я говорю, так ты был в моей квартире. Ты обокрал? Он, да. И что ты мне сделаешь? Лето, говорят, в полиции всегда было благодатным временем для грабителей. Многие уезжают из города на отдых и оставляют квартиры без присмотра. Впрочем, в этом году статистика бьет все рекорды еще зимы. Мы сегодня имеем рост кількости квартирных крадежек. Если говорить про место Киев, это близко 35%. Если по Украине, это близко 15%. Об ограблении Надежда тут же сообщила в полицию. Четыре месяца ждала окончания следствия. Не выдержала. Стала проводить расследование сама. Выяснила, что квартиру ограбил сосед. Его пальчики с картотеки милиции совпали с теми пальчиками, которые были в моей квартире. А что же полиция? О другой статистике раскрываемости подобных преступлений там почему-то молчат. Зато предлагают другие услуги. Платные. Будет проведена акция «Квартира под охрану-2016». За этот период наши подраздели будут обеспечивать установление охраны санализации. Мы решили поинтересоваться, сколько же стоит охранная сигнализация и установка. На интернет-сайтах нашли цены от 2 до 5 тысяч гривен. Это не учитывая обслуживание. Прибыль неплохая. Но действительно ли это панацея от квартирных воров? Охрана является адекватным способом противодействия. Разом с тем, не лучшим и не эффективнейшим. Это борьба с последствиями, а не причинами. До увеличения роста майновых преступлений производит экономическая криза в стране. Криминал с оккупированной территории в последние годы массово перебазировался в Киев и другие города Украины, говорит криминолог. И это еще одна причина роста квартирных краж. Полиция точно знает, какое угруппование на какой территории отвечает за это, отвечает в лапках, чтобы чистить квартиры честных граждан. И если в полиции есть воля и желание прекратить действие этого злочинного угруппования на определенной территории, полиция может это сделать. Мы поинтересовались у столичной полиции, какова раскрываемость таких преступлений и есть ли шанс у ограбленных вернуть свое добро. Сегодня ответить там не смогли. Пообещали предоставить цифры в ближайшие дни. Ирина Романова, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. В крупной взятке подозревает Арсения Яценюка, генпрокуратура. По сведениям нардепа Сергея Каплина, в бытность с премьером Яценюк получил 3 миллиона долларов за назначение на должность руководителя корпорации радиовещания и телевидения Владимира Ящука. Сегодня нардепа вызвали на допрос в ГПУ в качестве свидетеля по этому делу. Каплин уверяет, Яценюк назначил Ищука с нарушением всех процедур и в обход конкурса. А за спиной самого Ищука три уголовных дела. Это анонимная информация. Она прислала мне работниками Службы безопасности Украины. После посадки Арсения Петровича будет уничтожена коалиция, будет формироваться новая коалиция. Это не в интересах разных политических кисл, и, соответственно, хит цей справа с политическим мотивом данным не будет. Такая справа была порушена и закрыта в ночь перед днем отставки Арсения Петровича Яценюка. Это его была умова, которая была другая в списке после так называемого пакетного голосования. Знятя из него будь-яких звинувачений в том, чтобы он не справился со своей работой. От декларации не уйдешь. Антикоррупционный комитет Верховной Рады не поддержит правки в закон об электронном декларировании от нардепа из Народного фронта Татьяны Донец. Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил член профильного комитета Юрий Деревянко. Нардеп считает, что инициатива коллеги фронтовика нивелирует суть ее декларирования и является очередной попыткой старой системы не меняться. Также уверен Деревянко, это ставит под угрозу введение безвизового режима. Напомню, депутат от Народного фронта Донец предлагает изменить законопроект. А эти правки предусматривают возможность переписать квартиры и машины чиновников на членов семьи и дальних родственников, которых не проверяют. Самостоятельное внесение данных об имуществе также не обязательно, если они есть в реестрах. И таким образом ложь в декларации можно будет списать на ошибку других реестров, утверждают эксперты. Также фронтовики намерены засекретить данные, чтобы только часть информации в декларации носила публичный характер. Наказать тех, кто давит на предпринимателей, не взирая на лица. Такое обещание дал сегодня премьер Владимир Гройсман во время встречи с предпринимателями бизнеса. Глава правительства также заявил, от ответственности не уйдут и предприниматели, которые не платят налоги. Назвал Гройсман и главную проблему бизнеса Украины – это превышение служебных полномочий контролирующими органами. Вспомнил и об украинской таможне, где пока не удалось побороть ни коррупцию, ни крышевание. Контрабанда, занижение медной вартости и другие теневые схемы отбываются при безпосереднем крышевании многих силовых структур. Поэтому наше завдание на этот вызвать дать абсолютно адекватную ответственность. Никто не будет терпеть, и я как премьер-министр, знущание над предпринимателями. Нам нужно решить три вещи, на мой взгляд. С одного боку, создать условия, при которых бы бизнес все равно нормально работал, и никто его надмирно не контролировал. Другой, чтобы не было предстоит загонять его в криминальную ответственность. А с третьего боку, нам нужно увеличить ответственность за несплату податков. В Одесской области целый район восстал против реформы. Отказался добровольно объединяться в громаду. Есть ли шансы у людей, и что их пожелания будут услышаны, и почему молчат чиновники? С подробностями Андрей Анастасов. Болградский район на юге Одесской области. Еще летом на общем собрании люди решили, хотят оставить район в прежнем виде. Это 19 отдельных населенных пунктов. Они опасаются, что объединение громад приведет к социально-экономическим бедам и не только. Здесь компактно проживают болгары, гагаузы, албанцы. Каждое из села, это были переселенцы, которые формировались именно по национальному, по этническому принципу. И сегодня просто так взять их, соединить по 5-6 сел, это в конечном итоге может привести к какому-то межнациональному конфликту. Допустим, вот наше село единственное в Украине, если мы с кем-то объединимся, буквально через 10 лет мы утеряем и свою идентичность, и, можно сказать, и само село. Сегодня местным жителям снова пришлось собираться. Говорят, районные и областные власти проигнорировали их предложения. На официальном сайте район уже поделен на некие 4 громады, и этот план выносится на ближайшую сессию облсоветов. Юристы утверждают, без учета мнения людей, это незаконно. В сессии не принимали решения, а их уже определили заочно, где-то в каких-то кулуарных кабинетах, что они будут какой-то объединенной территориальной громадой. Но это неуважение просто. В ответ на претензии районное руководство ссылается на офис реформ, специальную структуру приоблгосадминистрации, которая этой самой реформой и занимается. Это, дескать, именно там приняли такой план. А предложения болградцев не учли, потому что они не вписываются в законодательство. При этом чиновники говорят, если кто-то и может сделать для болградского района исключение, то только центральные власти. Депутаты областного совета не имеют таких полномочий, чтобы решить это на уровне области. Это привилегии Верховной Рады и Кабинет министров Украины. Местные жители сегодня снова обратились к властям, требуют учесть их пожелания. В противном случае готовы ехать митинговать в Одессу, чтобы не допустить такого добровольно-принудительного объединения. А местный актив оппозиционного блока предложил комиссиям облсовета внимательно изучить все документы касательно объединяющихся громад. И если в них будут обнаружены несоответствия, снимать вопрос с повестки дня сессии. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Во Львове сотни медиков пикетировали обл. администрацию. Работники центра экстренной медицины, расположенного на окраине города, отправились в КОГА пешей колонной. По пути к ним присоединились коллеги из других больниц. Митингующие требовали выплатить зарплату, обновить оборудование и обеспечить реанимобилями. Работники перинатального центра настаивали, чтобы в их медучреждении закончили реконструкцию, которая длится уже около трех лет. У врачей скорой требование простое – не снимать надбавку за выслугу лет. Чтобы их услышали, медики на час перекрыли дорогу. И только после этого представители облсовета все-таки вышли на разговор к врачам. Чиновники пообещали просить денег у государства. Для области такие расходы неподъемные. В октябре Украина может получить безвизовый режим с ЕС. Об этом сегодня заявил Петр Порошенко во время рабочего визита в Днепр. Где побывал и что еще анонсировал президент, знают наши корреспонденты. Семья военного Дениса Остроушкова показывает свою первую квартиру. Две комнаты. Общая площадь почти 60 квадратов. Этого жилья они ждали 12 лет. Пока муж нес службу в зоне АТО, жена с сыном мыкались по съемным углам. Сначала по общежитиям, потом на съемных квартирах. Конечно тяжело. За все время моей не такой уж и долгой службы мы переезжали порядка 8 раз. Долгожданные ключи от новой квартиры сегодня достались не только ему. Ордера на заселение в новый дом, построенный силами специальной службы транспорта всего за год, Петр Порошенко вручил еще 23 военнослужащим. Всего за два года более 2,5 тысяч квартир получили военные. Почти столько же пограничники и сотрудники СБУ. В будущем году, говорит президент, обеспечение военных улучшится. А это поселок Слобожанский, недалеко от Днепра. Новый детский сад. Маленькая Тая прыгает в спортивном зале. Садика в районе катастрофически не хватало. В очереди больше тысячи малышей. Денег на строительство новых дошкольных учреждений поселку не выделяли. Пока два года назад здесь одними из первых не решились воспользоваться преимуществами децентрализации. Петр Порошенко торжественно перерезает красную ленту. Говорит, этот детский комбинат яркий пример того, зачем нужна децентрализация. Я надеюсь, что в ближайшем время и Верховная Рада поддерживает конституционные изменения по децентрализации. Но и бюджетные изменения, и законодательные изменения, и изменения в местном сооружении уже все сделаны. И сегодня все зависит только от вас. Под конец визита президент делает еще два важных заявления. Уже завтра Украина получит очередной транш от МВФ. А возможно уже в октябре и безвизовый режим с ЕС. Наталья Грищенко, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер. Днепр. Уже завтра президент Украины встретится с главами внешнеполитических ведомств Германии, Франции и Великобритании. Они приедут в Киев. Также известно, какие темы будут обсуждать. Порошенко, Штайнмайер и Ро будут говорить о перспективах восстановления полноценной деятельности нормандского формата. А также о том, как заставить Россию придерживаться минских договоренностей. Кроме того, президент Украины встретится с главой британского МИДа Борисом Джонсоном в планах обсуждения евроинтеграции Украины и противодействия российской агрессии. Встретится президент и с главным дипломатом Польши. Ну а накануне визита европейских дипломатов в Киев, президент Франции заявил, только минские соглашения обеспечат в Украине мир. Альтернативы им нет, подчеркнул Франсуа Алланд. Мы должны доказать, что минские договоренности, которые являются единственным решением, должны стать единственным методом на пути к стабильности, безопасности и мира. Потери в зоне АТО. За минувшие сутки погибли трое наших военных, 15 ранены и один пропал без вести. Боевики нарушают режим тишины и применяют минометы запрещенного калибра. Несмотря на тревожную ситуацию, линию соприкосновения ежедневно пересекают 30 тысяч человек. В основном это жители оккупированных городов. На КПП очереди. Кто и как пытается на этом заработать? Ирина Баглай подробнее. Напишите, мы за ними стояли. На пропускном пункте Зайцево процветают предприниматели, которые занимаются продажей мест в очереди. Такса 200 гривен. Схема проста. Станет крутой, занимает очередь. И стоит до посинения, пропускает штук пять. И звонит, сейчас еще пять подъедет. Если вот впереди меня машина, и она пускает, как я могу подпелиться? Отлавливают и ставят в конец очереди нарушителей пограничники. Они на камеру рассказывают, ловкачи могут в аренду сдать и бабушку, и беременную женщину, и ребенка. Надеясь на сердобольность военнослужащих. Так пытаются проскочить быстрее. Остальные ждут часами. Я в воскресенье ехал, вообще долго было ужасно. 12 часов прошло, стоял. И там, и здесь надо поставить. Впрочем, часто и гости КПВВ уже почувствовали разницу. Мы очень благодарны, что сделали транспорт. Сейчас безукоризненно. И таможняя служба работает очень четко. Пограничники знают, когда пассажиропоток увеличивается, а когда идет на спад. Заранее готовятся, выставляют дополнительные модули. Это в конце месяца, когда получают люди пенсию. А также в рабочие дни, формы пенсии, паспортив, купляют продукты, харчевание. Так как на территории, контролированной территории, они значно дешевше. У водителя Геннадия большинство пассажиров уже старые, знакомые. Они практически одни и те же. Они же ездят, едут сюда, там, допустим, скупляются. А вторые едут, скупились, идут назад. За день один автобус осуществляет до 8 поездок в одну сторону. Билет 15 гривен. Но это только до линии соприкосновения. После дорога уже в рублях и дороже. Дороже и продукты. Поэтому домой в оккупированные города едут не с пустыми руками. Но дело даже не в цене. Соскучились, объясняет Елена, по отечественному, украинскому. Украинские товары лучше, чем российские. Нравится там Россия или нет, но украинские. А этот мужчина за самым дорогим поехал аж за 140 километров. Что везете? Сало. Есть, но там вкуснее. Где вкуснее? В Артемовске? Нет, в Красном Лимане. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Гераченко обратилась в ОБСЕ и ЮНИСЕФ с просьбой проверить информацию о пытках украинских детей на Донбассе. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке. Накануне боевики так называемой ДНР заявили о задержании семерых несовершеннолетних, которые якобы осуществляли диверсии на оккупированной боевиками территории по заказу украинских спецслужб. Подрывали автомобили, гражданские и военные объекты. Чуть позже появилось видео задержания и допроса подростков. Беглые деньги. Как Украина подарила Латвии миллионы евро, украденные экс-чиновниками и найденные на счетах латвийских банков. И почему средства не вернули в украинский бюджет. С подробностями Анна Каменева. 50 миллионов евро мимо кассы. Деньги, награбленные попередниками и арестованные в латвийских банках, могли бы пополнить украинскую казну. Но ушли в бюджет Латвии. Об этом сообщили в известной латвийской программе расследований «Де-факто». Миллионы нашли на счетах в трех коммерческих банках. Один из них – дочка украинского приватбанка. Здешние правоохранители хотели вернуть миллионы Киеву, но не получили от украинских коллег достаточно доказательств, что средства украдены у государства. Об этом в программе заявили представители полиции, генпрокуратуры Латвии. К сожалению, мы не получили информацию, подтверждающую, что эти деньги были украдены у государства и должны быть возвращены в Украину. Сотрудничество с Украиной довольно интересно. Мы направили ряд запросов для подготовки юридической документации, но Украина не проявила активности в этом процессе. Мы не получили ответов на наши вопросы. В Латвии продолжают расследовать дело о происхождении найденных средств, которые могли быть похищены из госбюджета Украины, а затем легализованы через латвийские банки. Раньше все они попадали под штрафные санкции из-за подозрений в отмывании денег, говорится в программе «Де-факто». Но вот возникает вопрос, чьи же миллионы нашли и арестовали латвийские правоохранители. Местные журналисты предполагают, речь идет о деньгах трех украинских беглецов, миллиардера Сергея Курченко и политиков Сергея Арбузова и Юрия Иванющенко. В расследовании напоминают, осенью 2014-го бывший генпрокурор Украины Виталий Ярема заявлял, что у Арбузова в банках Латвии арестованы почти 49 миллионов долларов США, а на счетах компании Иванющенко застряли 32 миллиона долларов и 72 миллиона швейцарских франков. Арбузов уже успел откреститься от этой истории. На своей странице в фейсбуке написал, мол, никаких счетов в Латвии у него нет. Журналисты программы «Де-факто» уверяют, по их данным, в этом деле ни Арбузов, ни Иванющенко, ни Курченко не фигурируют как подозреваемые. Так о ком же речь? В украинской генпрокуратуре пока не говорят. Но подтверждают, трудности с латвийскими правоохранителями раньше возникали, кивают на своих предшественников. Мы уже встречались с неподинокими случаями, что не меньше формальное ставление в предыдущие периоды до выполнения международных запросов наших партнеров. Наразі нам наложить подолати цю стину непорозумения. По данным наших источников ГПУ, формальные отписки на запросы латвийских коллег, которые и стали причиной невозврата украденных денег в Украину, писал Виталий Касько, который тогда был заместителем генпрокурора. Поговорить с ним сегодня не удалось, его телефон вне зоны действия сети. Тем временем в ГПУ все еще надеются вернуть украинские миллионы. Шансы, говорят, есть. Состоятся переговоры и на уровне правоохранителей. Уже завтра замкент прокурора Йенин вылетает в Латвию. Анна Каменева, Юлия Мендель. Подробности в телеканал Интер. Нынешний президент Еврокомиссии против президента бывшего. В Брюсселе разгорается скандал, связанный с лоббированием, большим бизнесом и Брекзитом. София Гордиенко подробнее. Не он первый, не он последний, кто из большой политики ушел в большой бизнес. Жозе Мануэль Борозу достиг вершины своей карьерной лестницы, занимая с 2004 по 2015 пост президента Еврокомиссии. Сегодня у 60-летнего португальца полезных знакомств, как и сведений о евробюрократии, больше, чем у кого бы то ни было. А потому лондонское отделение американского банка Goldman & Sachs предложило бывшему политику почетное президентство. И вот здесь начинается самое интересное. Во-первых, банк с сильно подмоченной репутацией. Его называют махинатором и автором кризиса 2008 года. Во-вторых, Борозу будет давать советы британским финансистам относительно Брекзита, как на разводе Британии съезд не только не потерять, а и заработать. Единственный, кто с недоумением воспринял такое назначение еще в июле, это президент Франции Франсуа Аллант. А Еврокомиссия все лето хранила молчание. Мол, трудоустройство бывших президентов – их личное дело. Но негодовали журналисты. И нынешний обитатель 19-го этажа здания Берлимон, Жан-Клод Юнкер, наконец-то отреагировал. Направил письмо предшественнику с просьбой объяснить этичность поступка и предупредил, в случае визита в Брюссель принимать его будут, как любого лоббиста, через общую дверь. Буквально пару часов назад ответил и сам Борозу, сказал, что Юнкер своими угрозами его дискредитирует. Мол, сам он никогда привилегий не просил, но и оскорблять себя не позволит. Что касается нового работодателя, то по этому поводу бывший президент объясняться не стал. Впрочем, Комитет по этике Еврокомиссии уже начал расследование о том, имел ли право такой чин соглашаться на спорную вакансию. Ведь в договоре четко указано, новая работа старого сотрудника Еврокомиссии не может перечить интересам и духу Евросоюза. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности телеканал Интер. Брюссель. Уже через два часа в Нью-Йорке откроется 71-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча которой ежегодно собирают лидеров 193 стран мира. На повестке дня вопросы мира и безопасности. Ситуация на Ближнем Востоке, в Афганистане, на Кипре и в Конго. Барикбас с наркотиками и международным терроризмом. Финансирование миротворцев. Впервые созовут специальный саммит по проблеме беженцев. Рассчитывают выработать механизм, как всем странам мира реагировать на ситуации, подобные тем, с которыми сейчас столкнулась Европа. Ожидается, что Барак Обама призовет коллег взять на себя новые обязательства по оказанию помощи тем, кто бежит от войны. Украину представит лично президент. Его выступление с трибуны ООН запланировано на 21 сентября. Помимо этого, генансамблея для Петра Порошенко станет площадкой для двусторонних переговоров. Уже сейчас в графике более десятка встреч. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Взрыв в Херсоне. Кто подорвал отделение одного из банков и почему злоумышленники ничего не взяли? Львовский мусор шагает по стране. Куда теперь отправят отходы? Премьерские планы. Куда отправиться и чем займется бывший глава правительства Великобритании после ухода из парламента? В Николаеве не утихают страсти из-за львовского мусора. Вчера местный полигон бытовых отходов начал принимать грузовики из Львова. Уже сегодня местные депутаты заблокировали фуры с отходами. А жители города вышли на пикет к горсовету. Все подробности в материале моих коллег. Жители Николаева против того, чтобы город принимал львовский мусор. Сегодня утром депутаты Николаевского городского совета заблокировали фуры, груженные отходами на подъезде к свалке. Мы понимаем, что они готовятся на разгрузку. Я думаю, что мы предпримем все законные меры для того, чтобы не допустить сегодня разгрузки этого мусора на нашем Николаевском полигоне. Сегодня же у здания Николаевского городского совета собрались возмущенные жители города. У нас ни мусорного завода перерабатывали, ничего нет. Ничего пока нет. Мусорные баки переполнены. Раз в три дня выбирают. И нам еще мусор везут. Доставка мусора из Львова – это более 800 километров. Топливо сейчас очень дорогое, мы все знаем. Машины везут не тысячу, сотни тысяч тонн мусора, да, а сколько там, 10 тонн, да. Да, экономически. Как это обосновано? Впрочем, мэр Николаева считает иначе. Город может и должен принимать мусор из Львова. Просто поставить плечо коллеге Андрею Садовому. Говорит, из Львова привозят не так уж и много, а Николаевский полигон рассчитан еще на 10 лет работы. До 30 сентября всего, если перевезти, это на объемы мусора, которые вывозятся в городе Николаеве. Это полуторадневная доля от николаевского мусора. Но теперь, после блокирования фур и митингов, транспортировка львовских отходов официально приостановлена до пятницы. Тогда депутаты соберутся на внеочередную сессию, чтобы обговорить мусорный вопрос. А во Львове, где улицы спальных районов обезображены переполненными баками, поиски земельного участка под строительством мусороперерабатывающих заводов временно приостановили. Громады сел и городов области выступили категорически против такого соседства. Куда вывозить отходы, в мэри утверждают, зашли в тупик. Большие сметезвалища заблокированы, практически все, за выключением двух сметезвалищ Львовской области, которые сейчас принимают сметя. На сегодня мы проведем перемоги с мэрами мест Львовской области, чтобы восстановить приемку сметя на сметезвалище. Искать инвестора для строительства мусороперерабатывающего завода намерены и в Николаеве. В этот четверг в городе состоится специализированный бизнес-форум, основной темой которого будет переработка бытовых отходов. Кирилл Ющишин, Галина Якушко, Игорь Попов, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Взрыв прогремел этой ночью в Херсоне. Неизвестные подорвали отделение одного из банков. По предварительным данным, злоумышленники использовали газовый баллон. Отделение расположено на первом этаже жилой многоэтажки. Взрывной волной повредила фасад здания. Вынесены двери, покорежен банкомат. Правда, из помещения ничего не пропало, все деньги на месте. По словам сотрудников банка, никаких конфликтов с клиентами у них не было. Личности злоумышленников и их мотивы устанавливают следователи. Было установлено, что пошкоденный фасад и входные двери банковской установки никто из людей не постраждал. За данным фактом, порушено криминальное проведение. За части 2 ст. 194 ККК, умысленное знищение или пошкоджение майна карается по избавлению воли на срок от 3 до 15 лет. О другом взрыве сегодня говорили в Подольском райсуде столицы. Там начали рассматривать дело о массовых беспорядках возле Верховной Рады 31 августа прошлого года. Тогда из-за взрыва гранаты пострадали 130 правоохранителей, четверо погибли. По делу проходит 15 человек и большинство членов всеукраинского объединения «Свобода». Поддержать подозреваемых к зданию и в зал суда пришли около 100 человек. В ходе служения выяснилось, не явились двое подозреваемых и один адвокат. Рассмотрение дела перенесли на 23 сентября. Допрос свидетелей по делу торнадовцев продолжается. На сегодняшнем заседании показания успели дать 5 человек. О чем рассказывали? Смотрите в сюжете. Впервые за последний месяц Аболонский райсуд не окружен сотнями правоохранителей. Но заседание по делу торнадовцев, как всегда, закрытое. Прессу внутрь не пускают. В зале все 12 обвиняемых. Сегодня допросили пятерых свидетелей. Два человека со стороны обвинения и трое от защиты. Адвокат считает, что показания свидетелей от прокуратуры несущественны. Говорит о том, что он не слышал никогда никаких насильственных действий, которые были. Он говорит о том, что это свидетель со стороны обвинения. Да, есть некоторые обстоятельства, которые он признал одного человека, который там прибыл. Но он при этом же сказал, что никто его не бил. Прокурор рассказал, свидетели дали важные показания по некоторым эпизодам. Первый свидетель подтвердил факт и эпизод незаконного задержания одного потерпевшего по делу. Второй свидетель был по эпизоду одного потерпевшего, которого содержали в подвале. И работники роты торнадо нанесли ему татуировки. Также сегодня со стороны защиты было три свидетеля. Сторона обвинения считает, что эти показания общего характера. Напомню, командира спецрота МВД торнадо Руслана Анищенко, ранее неоднократно судимого, и еще 11 бойцов обвиняют в ряде тяжких преступлений, в том числе создании ОПГ, похищении людей, пытках и изнасиловании неестественным способом. Также, по данным военной прокуратуры, один из обвиняемых, Даниил Лешук по кличке Маджахет, исповедует ценности радикальных течений исламизма. Согласно свидетельствам пострадавших, именно он был одним из самых активных организаторов пыток. Вот кадры видео следственного эксперимента. Сами торнадовцы все отрицают, но один из обвиняемых, Юрий Шевченко, ранее признал свою вину, и суд отпустил его под домашний арест. Следующее заседание состоится завтра. Допросят еще троих свидетелей со стороны обвинения. Ольга Теребинская, Сергей Ведмедь, подробности, телеканал Интер. Европа закрывает границы. Через свою территорию беженцев пропускать отказалась Словения. Об ужесточении миграционной политики говорят и в Австрии, однако поток мигрантов не уменьшается. Количество беженцев, прибывших в ЕС, только в этом году вскоре может достичь миллиона человек. Больше расскажет Алексей Пшумыский. Словения отказалась пускать на свою территорию беженцев. Об этом заявил премьер-министр страны Миру Церрер на встрече со своим австрийским коллегой Кристианом Керном. По его словам, новые правила вступят в силу немедленно. Мы будем соблюдать правила Шенгена и впредь не позволим беженцам переходить границу с территории Хорватии. Если будет необходимо, мы готовы ввести чрезвычайное положение. После того, как Венгрия закрыла для беженцев границы, именно Словения стала основной страной так называемого Балканского пути, по которому мигранты добирались в Германию. С начала года по нему прошли сотни тысяч человек. Теперь решение Словении закрыть границы поддержали и в Австрии. Мы должны в первую очередь защитить внешние границы ЕС. Нужно обозначить конкретные шаги и сроки, ужесточить контроль на границе и внутри Шенгена. Это не лучшее, но единственно возможное решение. Из-за ужесточения правил в последнее время беженцам все чаще приходится добираться в ЕС самым опасным маршрутом по морю в Италию. Только за последние несколько дней из-за сильных штормов в Средиземном море перевернулись десятки надувных лодок, а береговая охрана Италии спасла три с половиной тысячи человек. Судьбу Шенгена и проблему беженцев европейские лидеры обсудят на встрече в Вене уже на следующей неделе. И эта дискуссия, уже ставшая яблоком раздора для толерантных европейцев, обещает стать жаркой. Ведь и в Германии, и во Франции, и в Австрии на кону выборы, а тема мигрантов уже стала подспорьем для активной критики властей, в том числе и со стороны партий, поддерживаемых Россией. Алексей Пшемызкий, Вадим Сверидонов. Подробности Центральноевропейское бюро телеканала Интер. Я устал, я ухожу. Это очередное прощание британского экс-премьера с политикой и даже со своей страной. Теперь Дэвид Кэмерон уходит из парламента. Куда переедет и чем займется, знает наш субкор в Лондоне Оксана Кундеренко. Почти все лето о нем не было ничего слышно. Экс-премьер Дэвид Кэмерон не появлялся здесь, в стенах парламента, не раздавал интервью, не посещал общественных мероприятий и не участвовал в активной политической жизни страны. Вместо этого после увольнения с главного поста Великобритании отправился в отпуск, где жевал картошку фри, никем не замеченный, сидя на бетонном парапете, и существенно поправился. После каникул пришел на работу лишь раз и с тяжелым сердцем сделал заявление. Я очень долго и мучительно обдумывал это решение и считаю правильным покинуть свой пост в палате общин. В современной политике мне нет места на задних лавках после премьерства. Я всецело поддержу кандидатуру преемника от консервативной партии, который займет мой пост. Поясню, в Британии члены правительства и его глава совмещают должность с креслом депутата, избранного по мажоритарному округу. И теперь после ухода Кэмерона из парламента, его регион проведет до выборы. Нужно строить и новую жизнь, вне большой политики. Ходят слухи, что и вне страны. Семья Кэмеронов планирует приехать в Нью-Йорк, где супруга Дэвида Саманта хочет создать свой бренд одежды. Смена обстановки может пойти на пользу и самому экс-премьеру, которому через месяц исполнится 50. В последнее время он чувствовал себя всеми покинутым и забытым. В его положении могут оказаться еще многие видные политики. Например, экс-министр финансов Джордж Озборн или лидер оппозиции Джереми Корбин. На следующих парламентских выборах в 2020 году их избирательные округи упразднят. И уже сейчас нужно думать, в каком регионе страны завоевывать электорат. Иначе можно попросту лишиться кресла. Их в новом созыве будет аж на 50 меньше, всего 600. Закон требует пересматривать систему округов из-за демографических перемен. Ну и расходы на содержание бюрократов сокращают. Так что из политики в никуда может уйти не только Кэмерон. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности британское бюро телеканала Интер. Турция направила США официальный запрос об аресте Фитфулаха Гюлена. По данным СМИ Анкара утверждает, именно Гюлен отдал приказ совершить попытку переворота в ночь на 16 июля. Напомню, сам исламский проповедник, который сейчас живет в штате Пенсильвания, действия мятежников осудил. В июле Турция потребовала от США экстрадиции Гюлена. Однако запрос об аресте направляет впервые. На последней встрече с президентом Эрдоганом вице-президент США Джо Байден заявил, решение о выдаче может принять только федеральный суд. А у президента Обамы нет таких полномочий. Пауза, которая может означать многое. Хилари Клинтон с понедельника не появляется на публике, хотя и уверяет, чувствует себя хорошо. Что же все-таки с ее здоровьем? И не случится ли так, что демократам все же придется срочно менять своего кандидата? Подробнее об этом из Вашингтона мой коллега Дмитрий Анопченко. Здоровье Хилари Клинтон американцы обсуждают теперь не меньше, чем самочувствие родных и близких, что и понятно. Если оно ухудшится, то за два месяца до выборов страну так много перемен ждет. Сама политика немногословна, а своим сторонникам написала лишь два коротких сообщения в Твиттере. Мол, волноваться не стоит, иду на поправку, не терпится снова работать. Вроде и сообщения бодрые, но когда именно Хилари Клинтон вернется к своей предвыборной кампании, ни она сама, ни ее врачи не говорят поездку на западное побережье, так и вовсе отменили. Более того, в последние дни Хилари пропала с телеэкранов. Последний раз, когда ее видели в новостях, вот эти воскресные кадры возле дома дочери. Казалось бы, если все действительно хорошо, на волне этого интереса можно было бы столько интервью дать, нарастить рейтинг, но с воскресенья лишь короткое интервью СНН. Несколько минут, да и то, по телефону. А почему вы все держали в секрете? Не думала, что это станет таким событием. Такое со всеми случается, если вы занятой человек, и вы просто двигаетесь дальше, не придавая этому большого значения. Люди и так знают обо мне больше, чем о личной жизни любого другого человека. Мои налоги за 40 лет, десятки тысяч имейлов, нюансы состояния здоровья. Политик призналась, ее врач еще в прошлую пятницу порекомендовала взять паузу и несколько дней подлечиться. Но, мол, этот совет она проигнорировала, а теперь чувствует себя хорошо. Но и это интервью, и тот факт, что СНН при всех его безграничных возможностях Хилари не показал. Было лишь простое телефонное включение. Все-таки оставили ощущение недосказанности. А супруг Билл Клинтон, появившийся на CBS, и вовсе озвучил новую версию, мол, это не пневмония виновата, а банальное обезвоживание. Но прозвучало это как-то не слишком уверенно. Судите сами. Часто, да нет, не часто, редко, но больше, чем один раз. Один раз за много-много лет. С ней такое случается, если мало пьет воды. Работала ведь как черт, и госсекретарем, и сенатором. Этот эфир тоже оставил больше вопросов, чем ответов. Так что лишь появление Хилари на публике теперь развеет все сомнения. Но Дональд Трамп решил развеять их немедленно и упредить удар. Он заявил журналистам, всю прошлую неделю проходил серьезные обследования. И скоро обнародуют их результаты до последней цифры. Клинтон, он политкорректно пожелал выздоровления и рассчитывает встретиться с ней на дебатах. Первая из которых ровно через две недели. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Эдвард Сноуден попросил Барака Обаму о помиловании, пишет Гардиан. В интервью изданию бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США утверждает, что слив секретных материалов американцам пошел только на пользу. Кроме того, по словам Сноудена, нет доказательств опасности его поступка. Напомню, Обама имеет право помиловать Сноудена, пока занимает пост президента США. Правда, речь идет только о формальной процедуре. Есть законы, они говорят одно. Но, возможно, существует право помилования для исключительных случаев, когда что-то кажется противозаконным на бумаге, но является правильным с точки зрения морали и этики. Дональд Трамп все ближе к Белому дому. Всего в нескольких километрах от администрации президента США он открыл новый роскошный отель. Сколько зарабатывает на этом кандидат в президенты? Об этом и не только. Смотрите в нашем обзоре. Надоела жена? Продай. Один шутник решил выставить свою благоверную на известном интернет-аукционе. Предприимчивый муж утверждает, его половинка недостаточно хорошо заботилась о нем, когда он болел. Это и стало причиной продажи. За два дня покупатели предложили почти 86 тысяч долларов за надоевшую молотку. А вот жена шутки не поняла. К тому же ей не понравилось фото, выставленное в сети. Считает, она плохо получилась. Почти километр на брюхе проехал грузовой самолет в Индонезии. Во время посадки у него оторвалось заднее шасси. Авиалайнер тормозил хвостом. Выехал на взлетную полосу, поднимая за собой столб пыли и дыма. Судно сразу же принялись тушить пожарные. Оно перевозило около 14 тонн топлива. Взрыва удалось избежать. Обошлось без жертв. Целых две недели пассажиры одной станции лондонской подземки вместо привычной рекламы будут любоваться изображениями котов. Так решили активисты группы Glimps, которая выкупила все рекламные площади на станции, чтобы люди смогли отдохнуть от навязчивых коммерческих предложений. Идею поддержали 700 человек и в общей сложности удалось собрать 23 тысячи фунтов. За 100 фунтов любой желающий сможет на время разместить в лондонском метро фото и своего котика. Уникальная красота природы в одном кадре. На сайте National Geographic опубликовали новую серию снимков претендентов на победу в фотоконкурсе. Среди них как яркие фото животных, так и живописные виды, снятые в разных уголках мира. Заявки принимают до 4 ноября. Главный приз – 10-дневная поездка на двоих на Галапагос, а также денежное вознаграждение – 2500 долларов. Второй и третий призеры получат 750 и 500 долларов соответственно. Новый роскошный отель миллиардера и кандидата в президенты США Дональда Трампа открылся в тестовом режиме всего в нескольких кварталах от Белого дома. Фешенебельная гостиница располагается в здании старого городского почтамта, построенном в конце 19 века. На его реставрацию потратили около 200 миллионов долларов. Официальное торжественное открытие отеля намечено на октябрь, но формально он уже работает. На ближайшие недели все забронировано. Номер «Стандарт» обойдется в 600 долларов за сутки. Ни дня без побед. На шестой день Паралимпиады в копилке украинской сборной уже 62 медали. 22 из них золотые. Наши спортсмены удерживают третью позицию после Китая и Великобритании. Накануне Антон Дацко и Андрей Дымчук завоевали две золотые награды в фехтовании на колясках. Марина Литовченко стала бронзовой призеркой паралимпийских игр по настольному теннису. Через час на главном стадионе страны НСК «Олимпийский» стартует Лига чемпионов для Киевского «Динамо» и Итальянского «Наполи». На месте находится мой коллега Геннадий Вивденко. Гена, здравствуй. Скажи, есть ли ажиотаж на билеты? Сколько их уже раскупили? И что ты можешь сказать о нашем сопернике? Геннадий Вивденко. Впрочем, до последнего момента, буквально перед началом матча, у КАЗ даже наблюдался дополнительный легкий ажиотаж. Хотели утром заехать, но пока собрались, ребята поехали вдвоем, хотели большой компанией, но не получилось. Я с другом приехал, то же самое. Решали долго, лет 10, наверное. И вот собрались с мыслями. Вы до этого были здесь? Нет, нет, первый раз. Я перемогу, я чекаю. Больше ничего. Кроме перемоги. А как вы решили идти на футбол? Или вы сейчас ходите? Нет, я из Ивано-Франкевской области приехал под Тремата. А как часто бывало в этом стаде? На этом стаде, а не в другом раз. Ну и букмекеры считают, что матч с большей вероятностью закончится в ничью. И если все же матч закончится иначе, то, по их мнению, немного выше шансы у Наполя. Но вот что любопытно, примечательно, параллельно проводится юношеская лига чемпионов. Здесь сегодня уже встречались футболисты Динамо и Наполи возрастом до 19 лет. Итальянцы были разгромлены со счетом 4-1. Будем надеяться, что взрослая команда будет выглядеть достойно на фоне успеха своих юных товарищей. Катя? Спасибо, Ген. Это был Геннадий Вивденко. Он находится на НСК Олимпийский. За развитием событий следите на нашем сайте. Подробности UA в прямом эфире. Увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи на Интере. Субтитры подогнал «Симон»